Посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассаляму, сказал, «Мен аада ли валиян фа кад азентуху бильхарфу?» «Я объявляю войну тому, то есть вырождающемуся тем, кто близок ко мне». То есть кто-кто враждует вот с такими аулия Аллах, «Мин амри динь», ученые говорят, «из-за религии». То есть, например, бывает, например, хорошо, даже приближенный раб Аллаха, субханаму ата'але, если у него есть какие-то взаимные непонимания, финансовые отношения из-за этой дуни, они могут как-то разрешить этот вопрос, поспорить, быть несогласным и так далее. Имейте в виду из-за религии. Из-за религии, кто враждует с приближенным рабом Аллаху, субханаму ата'але, я ему объявляю войну. Субханаллах. Если Аллах объявляет войну, то есть, и отсюда, если Аллах объявляет войну, какое еще более горе, какое еще более страшное положение может быть человека того, кому Аллах объявил войну, братья мои. Они усалят Аллаху ата'але, это Аллах объявляет войну и посылает из своего войска на него. И при этом этот человек даже не может понять, что это войско Аллаха, субханаму ата'але, на него напал. Марат, какие-то болезни. То есть, может быть, человек всегда быть в печали, в грусти, дети его не слушают. Это войско Аллаха, субханаму ата'але, которое Аллах, субханаму ата'але, посылает на тех людей. То есть, бывают люди, у него вообще нету счастья в сердце, всегда он в печали и так далее. Вот здесь нужно задуматься, почему так? Может быть, я обидел кого-то из аулия Аллаха. Нужно пересмотреть себя в Аллах. Может быть, Аллах, субханаму ата'але, посылал мне вот эти джунут в виде печали, в виде проблемы, в виде горя, в виде то, что меня супруга не слушается, то, что меня дети не слушаются. Может быть, я кого-то задел, обидел из тех людей, которые приближенные рабов Аллаха, субханаму ата'але. Поэтому мы должны всегда бояться зульм, как сказал Пророк Мухаммад, Бойтесь притеснения. Бойтесь притеснения. Поистине притеснения — это темнота судного дня, мрак судного дня. Поэтому бывает такое, что человек, может, кого-то обидел словом, но этот человек был приближенный к Аллаху, обидел делом, обозвал его, напугал его. А этот человек молится, постится, и он приближенный к Аллаху, Аллах знает о нем. И у этого человека начинаются проблемы в жизни. Нужно пересмотреть эту жизнь.